Всем привет! Забудь про серые будни и не поддавайся осенних Андреев с Универ Ньюс. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Будущее за молодыми IT-технологиями. На базе университета Иннополис прошла конференция с Евгением Касперским. Как раскрыть таланты в детях, педагоги Казанского федерального знают ответ. Студенты не перестают удивлять своими номерами. Съемочная группа «Универс Матри» сняла красочные сражения инженеров и экономистов. В Иннополисе стартовала четвертая ежегодная конференция кибербезопасности АСУ ТП-2016 под лозунгом «Время действовать вместе». Основной темой конференции стали тенденции в области обеспечения кибербезопасности. Подробности узнаем в следующем сюжете. Мы должны выглядеть как стартаперы, а не как инвесторы, сказал Евгений Касперский 11 октября в ходе пресс-конференции. Кибербезопасность АСУ ТП «Время действовать вместе», которое проходило на базе университета Иннополис. Мы активно работаем по системам защиты, индустриальных систем и в первую очередь критической инфраструктуры. Почему Иннополис? Потому что именно здесь, спасибо правительству Татарстана, республике Татарстан, именно здесь мы увидели огромный интерес и понимание проблем. Именно здесь нам открыли все двери и активно помогали нам в наших проектах. Один из этих проектов – это центр компетенции по промышленной безопасности, который сейчас работает на базе Иннополиса. В ходе конференции не раз было упомянуто, что Татарстан входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством кибератак, а также об инициативе создания республиканского клуба IT-директоров, который на постоянной основе будет взаимодействовать в области информационной безопасности с лабораторией Касперского. Мы сейчас с некоторыми центрами ведем, в том числе и с Иннополисом, ведем совместную деятельность, во-первых, на повышение осознаваемости этих проблем, во-вторых, на подготовку специалистов, потому что их нету, этих специалистов, а они нужны, мы считаем, что они нужны, поэтому мы и работаем. Лаборатория Касперска уже давно работает в сфере индустриальной кибербезопасности. Все эксперты компании накопили большую базу знаний об актуальных угрозах в этой области, что позволило Касперскому открыть в Татарстане центр реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах. В совместность Танека они планируют распространять данную систему на всю нефтегазовую отрасль. Вопросом Татнефти было принято очень грамотное решение, это вместе с лабораторией Касперского отработать на предприятии Танека отрасльевое решение по защите объектов нефтегазопереработки, нефтехимии, и мы в этом направлении с Евгением Валентиновичем при поддержке Министерства информатизации и связи Республики начинаем работать. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универоньюз. А мы продолжаем тему о нефтегазовых технологиях. Аспирант КФУ Руслан Гайфуддинов отличился в конкурсе научно-исследовательских работ в конференции «Наука будущего, наука молодых». О новых разработках молодого ученого расскажем далее. Работа аспиранта Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Руслана Гайфуддинова признана одной из лучших в конкурсе научно-исследовательских работ в рамках недавно прошедшей конференции «Наука будущего, наука молодых». Свою работу Руслан Гайфуддинов посвятил проблеме разработки зрелых месторождений нефти на северо-востоке Татарстана. В ходе своей работы молодой ученый оценил степень выработанности запасов, эффективность заводнений и выявил возможные зоны в исполнении запасов нефти. Есть некая методика, по которой можно отработать несколько месторождений и еще добавить запасов нефти в этих месторождениях, найти зоны перспективные, где возможно пробурить новые скважины и получить дополнительную добычу нефти. Соответственно, в конечном итоге это и приведет к экономической эффективности данных мероприятий. Сейчас Руслан работает в лаборатории физики нефтяного пласта с образцами коллекторов нефтяных и газовых пород. Рутоаспиранты исследуют физические свойства коллекторов, чтобы на практике изучить теорию генерации звука в пористых средах. Проще говоря, анализируя полученный звук от пород коллекторов, он судит не только о наличии нефти и газа в породе, но и пытается охарактеризовать саму породу. Сейчас очень активно развиваются геофизические технологии, особенно геофизические технологии исследования в скважинах. И вот этот метод, который я исследую, этот метод спектральной шумометрии, он очень перспективный. Он разработан одной из нефтегазовых компаний, которая тоже была основана также в Казани, выпускниками физфака. Сейчас она вышла на мировой уровень. Кстати, помимо исследований в лаборатории Казанского федерального, молодой ученый работает на диссертации и занимается организацией туристического клуба Казанского федерального университета. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. О чем рассказывает всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике веб-ньюс. Казани ждут прибытия Эльвиры Набиулины и Германа Грефа. Председатель Центробанка Российской Федерации и председатель управления ООО «Сбербанк Россия» намерены принять участие в работе формы «Финополис-2016». Хоккеисты «Акбар» содержали шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Амур». Казанцы выиграли мастер со счетом 2-1. Игроки «Зенита» протестировали «КамАЗ», футболисты проехались вокруг стадиона «Петровский». КамАЗ-мастер озвучил имена участников гонков «Дакар-2017» и «Африка-Экорейс-2017». Обе гонки пройдут в начале следующего года, со 2 по 14 января. Жители Татарстана в начале ноября отдохнут 3 дня. Татарстанцы будут отмечать День Конституции Республики Татарстан и День Народного Единства. Жительница Челнов Аделя Вафина представит Татарстан на конкурсе «Краса России». Конкурс состоится 12 декабря в Москве. В Казани утвердили дату республиканской новогодней елки. Она состоится в Татнефть-арене 25 декабря. Конференция «ТДИКС» пройдет в Казани. Партнером мероприятия выступает Казанский университет. КФУ посетил профессор Оксфордского университета Ян Мендер. Стоит отметить, что профессор провел несколько открытых лекций для педагогов крупных российских вузов. Педагог должен знать и уметь многое. Например, побороть детское нежелание учиться и раскрывать талант каждому ребенке. Но как? Секрет знают в Казанском федеральном смотре. Одаренность и развитие под таким названием прошла научно-практическая конференция в стенах Казанского университета. Несмотря на то, что выступающие приехали в КФУ с разных городов России, коллеги отлично понимали друг друга с полуслова. И это легко объяснить, ведь тема раскрытия детского таланта никогда и нигде не теряет своей актуальности. Здесь представлен опыт, мы по крайней мере услышали опыт Казани, опыт Республики Татарстан, что было для нас очень интересным, очень полезным в работе. И я думаю, мы какие-то вещи будем использовать. И в то же время приехали поделиться своим опытом, как у нас эта работа в школе построена, как у нас эта работа построена в регионе. На конференции отметили, что в России существуют серьезные расхождения в понимании одаренности учеными и педагогами. Первые считают, что одаренность не всегда объясняется хорошей успеваемостью, а вторые проводят прямой знак тождества между одаренными и отличниками. Интерес к выявлению индивидуального подхода к ученикам не угасает и по-прежнему является одним из самых обсуждаемых. Основной, наверное, целью образования становится выявление творческого потенциала, или так называемого даже человеческого капитала. Именно этим и занимается современная школа. И нужно выявить и развить ребенка в каких-то определенных направлениях, и чтобы это были не какие-то единичные направления, а даже в целостности такая гармонично развитая целостная личность, умеющая находить решения определенных проблем, не просто обладающие набором знаний, а именно таким вот образом ищущая и находящие пути решения. Не стоит забывать, что требования к личности только растут. Креативность, знания, навыки и талант – все это предстоит раскрыть в детях современным молодым педагогам. Теперь можно с уверенностью сказать, что им точно известно как. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Активные, креативные, творческие – все это об участниках ежегодного фестиваля «День первокурсника». Что же нам показали начинающие инженеры и экономисты, узнаем в следующем сюжете. За звание «Лучшие из лучших» 11 октября боролись инженеры и экономисты. Казалось бы, все песни спеты, все танцы продемонстрированы, все сценки показаны. Но нет, инженеры отличились сюжетной линией своего концерта. Это греческий миф об Орфее и Эвридике – история о потере своей любви. Зрители испытали неподдельный страх и переживание за главную героиню, когда ее укусила змея и смерть запрала в свое царство тьмы. Экономисты просто зажгли зал своими номерами. Смешные ролики, яркие танцы, нежные дуэтные исполнения. Столько творческих ребят, и как из них можно выбрать лучшего? Несмотря на то, что первоки выступали первый раз на большой сцене «Уникса», они уверенно держались, словно весь страх остался за кулисами. Каждый вокальный и танцевальный номер таит в себе скрытый смысл хранить след какой-нибудь истории. А вот одна из них. Наш номер о том, что каждый человек в своей жизни стремится найти самого себя всю жизнь. Мы ищем свои верные пути, чтобы прийти к чему-то идеальному. Каждый человек испытывает такие эмоции, как любовь, ненависть, безумие. А если это показать танцем, то это получится что-то невероятное. Наш номер о том, как поэт, потеряв вдохновение, начинает сказать обоение в одной из эмоций, но в конечном итоге понимает то, что он не может жить одной эмоцией и собирать все эмоции вместе и как бы живет с ними. Елизавета Евтифеева, Ленар Довлетьяров, Универньюз. На сегодня это все новости. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!